Девочка со снимка. 80 лет назад были освобождены узники азарических лагерей смерти. Страшно вспомнить, страшно вернуться туда в твое прошлое. Очень страшно. Кто хранит жуткие воспоминания? Сонька Золотая Ручка. Могилевчанка украла у знакомой дорогой гаджет. Сыщики оперативно установили ее личность. Откуда истоки антиморали? Всевидящее око в Бобруске продолжают устанавливать камеры видеонаблюдения. Помогают распознать злоумышленников. Где еще появится устройство? А также космический диалог, масштабная подготовка и падение показателя. В Беларуси снизился уровень заболеваемости туберкулезом, что поспособствовало. Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Дмитрий Овчаренко. Александр Лукашенко провел видеоконференцию с участниками основного экипажа 21-й экспедиции на МКС Олегом Новицким и Мариной Василевской. Президент поинтересовался, как настроение и самочувствие у тех, кто отправится к звездам. До векового события в истории суверенной Беларуси полета белорусского гражданина в космос два дня. Глава государства также попросил не забывать и не потерять из виду еще одну белорусскую дублера Анастасию Ленкову. Мне хотелось бы, чтобы вы дружными там были людьми. Все-таки край у вас один, корни зарыты здесь. Так что мы очень будем переживать за вас и будем надеяться, что после возвращения увижу я вас здесь. Приготовим мы, Олег, традиционный наш салат. Марину угостим. Тем более у нее же хобби. Мы ее научим готовить наш салат. Спасибо, с удовольствием. Согласен. Так, Олег, ты возвращаешься с Марины в апреле или остаешься там? Нет, я возвращаюсь вместе с Марины. А от рейси, наш третий член педагога, остается на станции. А вместо нее забираем другую американку, Лора Охара, и возвращаем ее сюда, на землю. То есть у тебя полет будет самый короткий в жизни? Самый короткий, но самый, наверное, приятный, постоянный в окружении женщины. Команда вернется в символичную дату 2 апреля, в день единения народа в Беларуси и России. Также глава государства поделился планом согласовать с российской стороной очередной космический полет всех трех наших соотечественников, которые готовятся к нынешнему старту. Кривая дорожка. Жительница областного центра украла у знакомый смартфон. В милицию обратилась 56-летняя могилевчанка, которая сообщила, что у нее пропал дорогостоящий телефон. Женщина заметила это после того, как побывала в гостях у приятельницы. Сыщики выяснили, мобильная присвоила себе 20-летняя местная жительница, которая тоже была на вечеринке. Девушка увидела лежащий на столе без присмотра чужой телефон и незаметно забрала его. Чужое средство связи она планировала перепродать, однако сыщики оперативно установили ее личность и изъяли похищенное. Возбуждено уголовное дело. По итогам первых двух месяцев 2024-го объем ВВП Беларуси достиг почти 35 миллиардов рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года экономика страны показала рост на 4%. Драйверы традиционно промышленность и торговля. Лидер машиностроения и изготовление легковых авто увеличилось более чем в два раза. А розничный товарооборот вырос на 12,6%. 28 тысяч гектаров зерновых посеяли на белорусских полях. Это около 4% от общего плана. Благодаря хорошим погодным условиям лидирует Брестская область. Север страны пока только готовится к активной работе. В перспективе у отечественных аграриев собрать в этом году не менее 10 миллионов тонн урожая. В Беларуси за последние 10 лет уровень заболеваемости туберкулезом снизился более чем в три раза. В прошлом году выявлено без малого 1300 больных, из которых 269 пациентов с рецидивом. Распространенность недуга среди городского населения значительно ниже, чем у тех, кто живет в селах. Для контроля программы мониторинга проведено 25 выездов сотрудников в регионы. Республиканский конкурс «Герой нашего времени» стартовал в Беларуси. Поучаствовать могут ученики школ, гимназий, лицеев от 14 до 17 лет из всех регионов. Инициатива направлена на сохранение памяти о важных личностях, формирование у молодежи позитивного отношения к истории страны. Материалы будут приниматься до 15 мая включительно. С 6 апреля авиакомпания Узбекистана увеличивает количество регулярных рейсов в Беларусь по маршруту Ташкент-Минск-Ташкент. Ранее вылеты были только по понедельникам и четвергам. Сейчас отправиться можно и в субботу. Старт из столицы Синеокой в 13.45. Прибытие в место назначения в 20.30 по местному времени. Цена билета в одну сторону на сайте авиаперевозчика указана от 272 долларов. Внимательный очевидец. Бобруйские дороги оснащают камерами видеонаблюдения. Зоркие датчики слежения устанавливают на перекрестках города. Они располагаются на осветительных мачтах, столбах, светофоров и непрерывно мониторят все стороны движения. Всего на Бобруйских дорогах уже более 600 камер видеонаблюдения. И останавливаться на этой цифре специалисты не планируют. Данные камеры осуществляют контроль происходящих событий в общественных местах, а также помогают распознать злоумышленников и задерживаться автомобилем. Некоторые камеры распознают и номера автомобилей. Это сделано для идентификации транспортных средств, в том числе для проверки прохождения техосмотра. Такая система установлена на Крылова Гоголя. В будущем разместится и на других перекрестках города. 19 марта 44-го части Красной Армии освободили узников нацизма из Азаричского лагеря смерти. Он просуществовал 10 дней, но за это время погибло около 20 тысяч стариков, женщин, а также детей. О воспоминаниях бывшей узницы нацистского концлагеря Виталий Гаврусев. История концлагеря Азаричи началась 10 марта 1944-го. По приказам трех генералов вермахта его создали в Калинковичском районе. Точнее, это был целый комплекс. Один находился в местечке Дерть, другой – у деревни Подосинник, третий – непосредственно у Азаричи. Всего за короткое время здесь оказалось до 50 тысяч советских граждан. Азаричский лагерь смерти был освобожден 19 марта 1944-го года 65-й армии генерала Батова. На волю из болотистой местности, огороженной проволокой и сильно заминированной солдатами Красной Армии было выведено более 33 тысяч мирных жителей, 16 тысяч из которых – это дети до 13 лет. Говорят, что у войны не женское лицо, но в истории Великой Отечественной она навсегда вписана как Вера Курьян. Позже по мужу Солонович – шестилетняя пленница гитлеровских изуверов. Не дай Бог ни детям, ни правнукам, даже и врагом не желаю. Не желаю ничего. Сколько мы отстрадали. Это не в сказке сказать, не первым написать. Сколько страдали. И не мы, и не я, и не наша семья, а все. Все, все, все. До сих пор сердце женщины сжимается от боли и ужаса, когда в памяти всплывают картины страха смерти и боли. Друг другу несли. Ты сегодня что-нибудь у рот ложила? Там уже показывают. Не, она не. Особенно мама лежала совсем. Я не знаю, как она вышла. Как вышла, это просто благодаря таким людям. Люди. Люди спасали друг друга. Как могли, как могли. Страшное дело. В этом концлагере фашисты впервые в мире применили бактериологическое оружие. Людей заражали сыпным тифом. По словам бывшей узницы, выжить удалось лишь тем, кто был здоровьем крепче. Пролетел самолет, говорит, и посыпал по людям, по этой площади, по болоту. И после этого очень много людей умерло. И мама тогда потеряла все сознание. Ноги отморожены. Ну, где я ползала по ей, тут сохранилось еще. А так, пальчики были отморожены на ногах, на руках. На очень долго болело. Никакая не была. Об этом нельзя забывать. Узников лагерей смерти чтят у мемориального комплекса в Азаричах. О живущем дарят цветы. Неожиданным, но очень приятным для Веры Сергеевны стал визит заместителя председателя Бобруйского горисполкома Ольги Жук. Мы как знали, что вы будете в красной кофточке. Поэтому оставались красные цветы. Глубокие шрамы оставили Азаричи в сердце Веры Солонович. Ей было шесть, когда она попала в лагерь смерти. Пронзительный взгляд ребенка, закутанного в ветошь, открытый и вместе с тем наполненный болью. Фото, сделанное 19 марта 44-го в концлагере, облетело полмира. А изображенная на них Вера стала символом страданий всех детей войны. Уцелевшая в том аду, она благодарит судьбу за каждый новый день. Потому что с малых лет осознала главная ценность – сама жизнь. Виталий Гаврусев, Максим Калинин, Бобруйск, 360. В преддверии начала сезона шинники продолжают подготовку. На днях футбольный клуб «Белшина» узнал календарь матчей в первой лиге чемпионата Беларуси. Дебютная игра «Выезд против Слонима-2017» не предвещает легкой прогулки. Именно поэтому в последних товарищеских встречах бобруйская команда старается выкладываться на максимум. 16 марта на стадион имени Прокопенко приезжали будущие соперники по лиге – Барановичи. В напряженной борьбе победителя не выявили 1-1. Так и бывает часто, да? Моментов-то много. Должны были вроде бы выигрывать с крупным счетом, а итоговый счет 1-1. Поэтому хорошо, что это сегодня произошло. То есть, опять-таки, уже есть время для того, чтобы поработать над реализацией, в принципе. И ребятам, опять-таки, объяснить, что вот так вот бывает в футболе. Стартовый тур Первой Лиги намечен на 5 апреля и завершится 34-м в конце ноября. Перед матчем открытия в субботу, 23 марта, Красно-Черный отправится на товарищеский выезд против Солигорского шахтера. Сразу после нас Бобруйск Лайф. Моя коллега Мария Бересневич узнает, какие документы по делу чаще всего. Расскажет, где провести генетическую экспертизу и сравнит работу криминалистов в сериалах и в жизни. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА